Суть проблемы. Суть проблемы в том, что в последнее время появилась такая тенденция, что некоторые люди начали заниматься копипиздингом. И нет, они не просто берут там, допустим, мои ролики или ролики моей команды и перезаливают их на свой канал. Если бы это было просто вот так, то здесь не было бы ничего страшного. Но люди начали выдавать себя за участников моей команды. Они начали преподносить себя, как будто бы они тоже являются партнерами команды Energy. Вот в этом-то и суть проблемы. То есть есть такие хитро сделанные люди. Люди прекрасно понимают, что в данный период времени вокруг нашей команды идет немалая шумиха. И люди хотят работать именно с нами, люди хотят попасть именно в нашу команду. И вот такие немного нечестные люди, да, они используют имя нашей команды, чтобы привлечь людей к себе. Честно сказать, я не знаю, зачем они это делают. Ведь этой глупости глупее нет на самом деле. То есть, ну, приведешь ты к себе партнера через наше имя, да. Через какое-то время человек узнает, что на самом деле ты не имеешь абсолютно никакого отношения к команде Energy. Ты даже близко ни партнер, ни Оли Кабо, ни Нины Тумановой, ни меня, Евгения Жабанова, да. И как ты потом, как ты будешь потом смотреть в глаза своему партнеру, это я, честно, не понимаю. Я бы от стада сгорел, наверное. Но это ваш выбор, друзья, да. Вам с этим жить, вам с этими людьми работать, и как вы потом будете оправдываться перед своими партнерами, я не знаю. Это ваше дело. Мой личный совет, кончайте заниматься хренотенью на самом деле. Остановитесь! Возьмите уже нормально свой бизнес, свои руки, ноги в зубы, и делайте его правильно. Выберите уже какой-то вектор направления, в котором вы будете развиваться. Делайте хороший, качественный, грамотный контент. Делайте хороший, качественный, грамотный продукт. И люди будут идти уже на вас непосредственно. И вам не придется прикрываться там чужим именем и чужими заслугами и так далее. На самом деле это утопическая такая позиция, которая приведет вас просто к тупику. Это что касается людей, которые занимаются копипезингом. А лидерам своей команды я хочу сказать одно, что относитесь к этой ситуации абсолютно ровно. Вообще с каменным лицом. На самом деле здесь ничего такого катастрофического не произошло. Это нормальная практика, это было всегда. И это и будет дальше продолжаться. Это нормально. Чем большую популярность будет набирать наша команда, тем больше будет появляться вот таких вот людей, которые захотят паразитировать на нашем имени. Это нормально, друзья. Всем остальным партнерам своей команды, да, у которых еще нет своих команд, но которые являются партнерами там команды NMG. Я вам хочу сказать так, что, друзья, даже если вы где-то видите ВКонтакте, что кто-то там, какой-то совершенно левый человек пытается выехать на нашем имени, у меня убедительная просьба, ребят, не надо их троллить там, не надо их там оскорблять, либо еще что-то делать. У людей безвыходная ситуация. У людей безвыходная ситуация, и вы должны это прекрасно понимать. У людей нет своей команды, у них слабый лидер, который не может предложить им абсолютно ничего. И люди пытаются выживать так, как они могут. Люди пытаются сделать хоть что-то. То есть всем партнерам компании, команды NMG, я хочу сказать, что тоже относитесь к этой ситуации ровно. Не нужно злорадствовать над этой ситуацией, не нужно никого троллить и так далее. Но я думаю, суть ясна. Все, друзья. В принципе, на этом все. Потенциальным партнерам, друзья, те, кто посмотрит этот видеоролик или где-то посмотрит какой-то другой видеоролик и изъявит желание попасть в команду NMG. Единственный совет, который я могу вам дать, чтобы вы не ошиблись с выбором спонсора, чтобы вы попали точно к нам, чтобы вы попали в мою команду, в команду NMG. Что вам нужно сделать? Вам нужно попросить человека, который приглашает вас якобы в команду NMG, попросить его показать свой личный кабинет. Зачем это нужно? Затем, чтобы посмотреть, есть ли у него в спонсорской линии один из моих партнеров, один из основателей команды NMG. То есть, как это проверить? Легко. Вы просите человека показать его личный кабинет, чтобы он зашел в раздел «Профиль». Вот так. Отпустился в самый низ раздела «Профиль». И вот здесь у него есть спонсорская линия из 8 человек. Если где-то вот на этих линиях есть такие фамилии, как Евгений Жибанов, Ольга Кабо или Нина Туманова, значит, этот человек действительно находится в нашей команде, этот человек действительно находится в команде Energy, и с таким человеком, и с этим человеком можно работать. Много ходовочка! Это действительно мой партнер, либо по глубине моей структуры. Если вы просите человека показать его личный кабинет, и в его спонсорской линии нет ни одной из трех вышеупомянутых фамилий, значит, этот человек не имеет абсолютно никакого отношения к команде Energy. Он просто паразитирует на имени нашей команды. Он приглашает вас в бизнес, начиная с обмана. Ну нахер! То есть, здесь уже нужно подумать, как вы будете работать с этим человеком, если он изначально вам врет. Все, друзья, на этом все. С вами был Евгений Жибанов. До связи! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!